В Центральном районном суде оглашен приговор 33-летнему приезжему из Амурской области за кражу велосипеда у хабаровского школьника. Подавшись соблазну и похитив байк, преступник, находящийся в федеральном розыске, выдал себя с головой. Полицейские отыскали и схватили подозреваемого в течение получаса. Кража произошла в тамбуре магазина, находящегося на пересечении улицы Волочаевской и Амурского бульвара. 12-летний хозяин БМХ сокатался по городу и решил заехать за водой. Родительский подарок он оставил на входе, чем преступник и воспользовался. Кражу зафиксировала камера наблюдения, так у полицейских оказались приметы подозреваемого. Далеко он уехать не успел, мужчина смотрелся настолько комично на трюковом велосипеде с ярко-розовыми ручками, что быстро попался на глаза. Фигурант же упорно настаивал, что БМХ он приобрел. Вот здесь вот у китайцев, вот здесь вот на рынке. А за сколько купили? За 500 рублей. За 500 рублей? Да. А вас не смутила такая низкая цена? Да мне какая разница, мне лишь бы по объектам передвигаться. А он как детский сделан, но он кажется маленьким очень. Едет, да ездит. Главное, что до объекта. Не надо ни деньги, ни чего платить. Фигурант заявил, что купил велосипед три месяца назад. Он якобы разнорабочий и стабильного заработка не имеет. Приезжий подумал, что перемещаясь по городу на велосипеде, он сможет экономить деньги. Для полицейских фигурант устроил шоу, порицая рыночных коммерсантов, торгующих ворованным товаром. И вот вы попались сегодня. Это что такое? Это где вот находится в нашей стране справедливость называется? Версия задержанного провалилась, когда на место задержания пришел хозяин БМХ. Школьник уверенно опознал имущество. Реальная стоимость украденного – 25 тысяч рублей. Ранее 33-летний приезжий из Амурской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления. Установлено, что злоумышленник находился в федеральном розыске за совершение кражи. В итоге обвиняемый вину признал и говорил во время суда, что раскаивается. Рецидивиста приговорили к двум годам лишения свободы условно, поскольку он написал явку с повинной, полностью признал вину и просил суда в особом порядке. С места происшествия Юлия Рябцова по материалам городской полиции.